Повысить статус воинов-интернационалистов предлагают в Коммунистической Народной партии Казахстана. Буквально пару минут назад в их офисе закончилась совместная конференция с Центральным Советом ветеранских организаций воинов-интернационалистов. Какие именно хотят внести изменения в ряд законов страны, расскажет Татьяна Ковалева. Она на прямой связи со студией. Татьяна, здравствуйте, вам слово. Татьяна Ковалева По словам моих спикеров, сейчас у воинов-интернационалистов нет статуса, то есть официально они не являются ветеранами. Соответственно, существующие денежные пособия, по мнению народных коммунистов, достаточно малы. Поэтому они предлагают увеличить размер пособий для воинов-интернационалистов с 25 тысяч до 45 тысяч. Предлагаю послушать, что сказал по этому поводу секретарь Коммунистической народной партии Казахстана Айкин Конуров. Летом этого года к нам обратились представители общественных организаций, ветеранских организаций, воинов-интернационалистов с предложениями внести изменения дополнений в этот закон. Многих воинов-интернационалистов, которые исполняли интернациональный долг в различных точках мира, не устраивает их статус. Мы считаем, что статус необходимо поднять и, соответственно, приравнять их к ветеранам войны. Еще одна из поправок, которую хотят внести в существующий закон о ветеранах, это приравнять воинов-интернационалистов к статусу ветеранов войны. Это даст возможность воевавшим в горячих точках из Государственного фонда получить жилье совершенно бесплатно. Тем более, с каждым годом воевавших в Афганистане и на его границе становится все меньше. Из 220 тысяч человек сегодня в живых остались только порядка 16 тысяч.